Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Рассказал руководитель строительной фирмы «Маяковская» Дмитрий Сергеев. На региональном уровне, на уровне капитального ремонта такого решения не принято. У нас все эту проблему либо не видят, либо не хотят решать. Всего в этом году в Кирове хотят привести в порядок фасады 82 зданий. На 28 уже начались работы, еще на 30 готовы проекты. Кроме того, подрядчики доделывают 4 дома, которые были в планах на прошлый год. Программа Экономика. Мошенники начали подделывать документы суда по взысканию денег. Экономика. В схеме обмана сообщает Кировское управление службы судебных приставов. Такой случай зафиксирован в Нововятске. К приставам поступил документ арбитражного суда Московской области. По нему Кировская организация «Должник» должна была выплатить в пользу ИП почти полмиллиона рублей. Должник сообщил, что сторонами по его делу были другие лица. И это подтвердилось в ходе проверки. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным судебных приставов, аналогичный факт подделки исполнительного документа выявлен в Амутнинском межрайонном отделении службы. Экономика. На 101 АФМ. В отношении Кировской муниципальной управляющей компании вводят конкурсное управление. Согласие на это дали кредиторы МУП ЦКС. Предложение обратиться в арбитражный суд с соответствующим ходатайством одобрено большинством голосов. Сейчас компания находится под внешним управлением. Кредиторами МУП ЦКС выступают 11 организаций, в их числе «Энергосбыт», «Т-Плюс», «Вятский фанерный комбинат». Общая сумма долга превышает 40 миллионов рублей. Экономика. В завершении о валютах на сегодня доллар стоит 74 рубля 94 копейки, официальный евро 90,43. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.